Итак, дорогие друзья, мы приступаем к обучению нашему массажу. Для этого с чего начинаем? Положили человека лицом в дырку стола, ноги на подушку. Далее нам нужно, вот мы сейчас начнем работать со спиной, да? Для этого оголяем необходимую часть человека, но поскольку он в нижнем белье, например, пришел, да, или с улицы там даже тренировочные штаны не снял, обезопасиваем его одежду от масса тем, что подворачиваем свою простынь под нее и вот оголяем вот таким образом, чтобы его одежда не пачкалась. Часто выдают в салонах одноразовое нижнее белье бывает, трусики там мужские, женские, но это кому как нравится, некоторые люди просто их не приемлют, а некоторым нравится. Не важно, не в этом дело. Вот, мы начинаем работать, вот нюансы нашей техники, с левой стороны, именно с левой стороны. Сейчас объясню почему. Для этого нам нужно положить человека так, чтобы у него рука, ближайшая к нам, в этом случае правая, да, была вверх. Это нужно для того, чтобы мы ее во время нашего движения не задевали, случайно там в локоть его не били, да, или как-нибудь там не передавили, не обходили ее вот так вот, да, просто ее устраняем. Эту руку левую раскрываем полностью по диагонали вот вниз, она может либо висеть, либо лежать, в принципе, не важно. Таким образом, мы максимально трапециевидные мышцы раскрываем и расслабляем, да, и шею. То есть, чтобы оно нам не мешало. Голову человека можно положить вниз, либо положить, если вы без дырки работаете, или, стоп-стоп-стоп, наоборот, по мне, кому, в мою сторону, попросите его положить в мою сторону, потому что есть некоторые приемы, когда мы будем работать одновременно с лопаткой и с шеей, растягивая их. Вот, теперь, почему с левой стороны? Потому что мы начинаем гнать кровь. Кровь, после массажа часто бывает повышается давление, особенно у гипертоников. Да, затекает иногда лицо и шея, такие пунцовые становятся, красные. Забивается нос, это лимфа тоже гонится вверх. Это все нормально, нормальное явление. Они проходят буквально через 5-10 минут после сеанса. Но дело в том, что в обратную сторону, если мы будем вести, то будет, наоборот, ток. То есть, в принципе, таким способом можно маневрировать. Если человек пришел с давлением повышенным, мы все движения, те же самые, которые будем проходить, будем делать в обратную сторону. У него давление понизится. Но норма, это когда мы делаем снизу вверх, давление повышается. Вот, теперь смотрите, сегментарно мы делим, как бы, вот, лопаточную зону, да, вверху грудную отделу, средний грудной отделу, поясница с ягодицей, ну, либо, может, поясницу отдельно. Ягодично-поясничный отдел такой вот получается, крестцово-поясничный. Теллюлитно-ляшечный, или как угодно его можно назвать. Ну, в общем, да, сюда входит крестец, область поясницы, это пять нижних позвонков и ягодичная группа мышц. Вот, ну, условно говоря, раз, два, три, да. Теперь я вот вам объясню, почему мы так делаем. Есть небольшое правило. Вот, если сегменты тела человека нарисуем, давайте, да, если не так, давайте нарисуем сразу вот, лопатка пошла, тут плечо, здесь вот ягодица, крестец, бедро, икра, стопа, с пальцами, по пяткам. Вот, у нас получается вот сегмент, вот сверху я как бы их дублирую, да, потом вот, бедренный, икроножный, стополодыжечный, назовем, сустав, вот, то у нас сердце же находится вот здесь вот, да, кровь мы, соответственно, голем в сторону сердца, то есть от конечностей получается в эту сторону, от головы и шеи в эту сторону, да, от этих конечностей тоже вот в эту сторону. Но, есть некоторые такие массажи, когда, ну, особенно в восточных школах, люди говорят, что надо начинать от кончиков пальцев, да, и идти постепенно, постепенно там до головы, до ушей. на самом же деле, у нас в принципе, российской классической школы, массажной, наиболее, что я правильно, говорящий про работу лимфы и крови. Дело в том, что, разработав, вот, какой-то передний участок, да, вот этот вот, не, вернее, сейчас объясню, в чем неправильно. Если вы гоните отсюда, да, вот эти потоки лимфы и крови, то здесь, то участок остался не размассирован, еще холодный, да, получается закупорка. Вот, эти ткани еще не успевают пропустить тот поток, который идет отсюда, понимаете? Вот эти все части тела человека, они как губка. Соответственно, если губку мы прокачали здесь, кровопрощение усилилось, да, произошел некоторый отток в дальнейшем каналы крови и лимфы, то, соответственно, предыдущие каналы остались немножко пустые, то есть там как бы идет автоматический подсос. А мы дополнительно еще отсюда гоним кровь и лимфы. И так потихонечку идем до конца. То есть получается, все движения мы делаем от конечности вверх, на стопор тоже, кстати, а последовательность сегментов от сердца в обратную сторону. Понимаете, да? То есть мы подготовили сначала кровообращение и трофику тканей насытили, и тогда оно быстрее ускоряется. А потом мы переходим к предыдущему, вернее, к дальнему сегменту. Ну, то же самое касается и рук, и в принципе, и головы тоже. Ну, в голове получается два сегмента, это у нас тут не вмещается, да? Ну, там сегмент шея и сама голова. А, и уши третий сегмент. Красивый. Ну, с чего? Ну, такая у нас получается. Явка какая-то. На том, что файн так не выйдешь. Вот, ну, понятно, схематично вопрос. Дрова это изобразил. Есть вопросы или нет? А вот школы вот эти, другие, на чем они ссылаются? На что, что именно нужно с пяток? Ой, они ссылаются по-всякому. Кто-то психологически, за то, что тут сразу человек ослабляется, бывает очень... А начальник крови, если нет поступления, вот это, да, закупорка идет. Здесь что они говорят на это? На что ссылаются? На что не ссылаются, просто говорят, есть правила. Древние люди так сказали, древние учителя, они услышали. Маги, да. Некоторые ссылаются на меридианы. Они работают в комплексе и по меридианам. Ну, школ очень много, я ничего, никого не обсуждаю. Просто надо понимать, что разное... Воздействие идет на разные системы. Кто-то на меридианам воздействует, кто-то на точке акумунктурной, кто-то на кости, кто-то на фасции воздействует. Фасции... Мимофасциальный массаж есть отдельная такая тема. Все воздействуют на разные системы, понимаете? В работе с животным, с брюхом там вообще и все по-любому. Соответственно, мы сейчас будем проходить массаж, воздействующий на именно мякоть, мышцы, сухожилия, связки, у фасции то, что-то входит и доходить до связи от блоков. Все. А в следующем видеоролике вы увидите непосредственно как делать массаж спины и делать его правильно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok